Доброе утро, Фонечка. Что ты делаешь? Фонечка уже сам научился перчатки, да? А я ему показывал. Чья школа? Папина? Да. Папа, есть своя школа, в которой три ученика. Каждый домик. Каждый домик, правильно. Доброе утро, папа. Привет, папа. У тебя есть домик? Есть. Каждый домик? Да, каждый домик. У кого каждый домик? Фонечка вот. Давай я тебе потяну, только хорошо. Доброго утра всем от меня. Так было тяжко вставать, если честно. Вчера мы были в гостях, наконец-то дети познакомились с Кирюхой. Вот, сейчас нужно вливаться в ритм. Гриша уже пошел учить уроки. Я сейчас начну с того, что разгружу посудомойку, загружу посудомойку. Также разгружу стиралку. Вчера ночью стиралась. И еще раз загружу. Весей много теперь, как всегда, в общем-то. Доброе утро, Григорий. Гриш, привет. Все, мы завтракать. Гриша макароны с сосисками, которые еще папа готовил. Чай у нас. А у меня здесь сердечки, печенки. В общем, все от барашка, пожаренное с луком. Это Сержуня вчера готовил. И сума. Ну что, у нас, кстати, сегодня немножко снега. Так вот, припорошили снежинки. Но все равно весело детям. Орхидея уже вовсю. Вовсю. Домороз там, какая же грязь. Орхидея уже вовсю. Тут мне радует. Я, наверное, сейчас разверну цветочками, чтобы до холодного окна она не касалась. Вот она, какая красавица. Им на этих окнах очень хорошо. У нас вот солнце всходит, получается, справа. А это, вообще, не знаю, какая это сторона. Я радуюсь. Вот это вот еще, как мы ее купили, она отцвела и все, больше ничего не выкидывает. Но мне кажется, ее надо пересадить. Вот это вот уже второй раз сама у нас выкидывает. Сначала был один стебелек, теперь два. Я их сразу обрезаю полностью. Не знаю, почему. Ну, то есть, когда отцветают эти цветоносы, я сразу полностью обрезаю. В этот раз она аж два цветоноса. Так, видео выставляется уже 16%. О, нам кто-то звонит. Гриша открыл баночку соленых огурчиков. Так что сейчас будем варить суп-рассольник с перловкой и солеными огурцами. Бульончик уже готов. Это индейка. Это уж точно. Здесь крыло одно. Крыло предкрыли. В общем, из этого сварился бульончик. Перловка варится сначала сама по себе, потом я ее добавлю в бульон. А бульон сейчас буду процеживать в эту кастрюльку. Когда закончилась соль, то это вообще идеальный выход сварить рассольник. Он уже готов. Петрушки пошла нарвала. Она такая вот на улице уже примороженная, но еще зелененькая. Соленого, как это, рассола немножечко добавила в суп. И соленых огурчиков. И получился вполне себе солененький суп, не пресный. Это мяско будем кушать. Все, едем. Григорий садится. Машину прям заранее прогреваю, потому что холодно. Тучи ходят. Хоть бы снежок пошел. В Ейске, кстати, все там завалило снегом. Так, все, забираем всех детей из садика. Поехали. Антоша, аккуратно. Маргоша, а тебе домой? Нет. Мама, Маргоша, а? Нет, домой ее надо завести. Так, Антоша, в новой шапке. Нет, не домой. Пошли. Ну что, мы уже дома. Сержиня сейчас приехал быстренько. Повез Сантошку на танцы, заберет Гришку. Я уже потом буду, потому что Афонька спит. Садик, там что-то с проводкой. Попросили забрать детей, потому что где-то свет горит, где-то не горит. Достаточно прохладно, поэтому дети дома. Не знаю, до когда, когда я там все починю. Сейчас делают смету. Вот так вот я топлю котел. Сейчас буду подкидывать дрова. Так, котел, котел, дрова, дрова. Так. Сейчас накидать, чтобы все подольше горело. Оба, все, пропихнула. Слышите? Такая тяга. Заехала в Магнит Косметик. Купила крота для канализации, потому что что-то у нас там опять забилось. Я залила аж три бутыля. Вот такую вот мицеллярку купила. Она мне нравилась. И нравится единственная, которая при умеренном количестве, естественно, не раздражает глаза. Ничего с ними не происходит, потому что у меня есть тут двухфазное средство от Фаберлик. Вот такое вот, которое надо стряхнуть и глаза протирать, снимать макияж. Но у меня после него глаза прям пекут. Я сначала не могла понять, я думала, может быть, тушь какая-то фиговая попалась. Но когда я просто стала смывать умывалкой, естественно, до конца вот тут вот все не смывается. Но я все это потом подтираю, подтираю 150 раз и влажными салфетками, и чем только не подтираю. И тогда с глазами все в порядке. То есть вот эта вот штука, я ее буду выбрасывать, она мне вообще не подошла. Артикул у нее 63.15. В общем, средство для снятия макияжа именно с глаз, двойной эффект. Уже и много брала, и мало, в общем. Она вроде бы все снимает, но глаза потом у меня выдирает. Поэтому выкину ее и купила гарнир. Вот это вот мне нравится. Все, сейчас буду что делать? Продолжать, наводить порядки. Забыл переписать дневник. Что? Дневник. Задание с прошлой недели? Забыл? Забыл переписать. Ну как твой первый день в школе после долгих конкурентов? Стоять пятерки. Почем? Одно по литературному чтению, второе. Ты это, пересказывал? Нет. А что? Читал? Читал. А второе? А второе? Ну, можно и не считать, конечно, по технологии. У Серого довозим Антоху Станцев. Ну что, поехали? Да. Поехали. Ставим дышать. Ой, Сережа. Приехала уже домой. Антошу оставила там у бабушки с девушкой, потому что сегодня у Коли месяц, там будет тортик, сейчас тоже поедем. А вот эта китайская гирлянда до сих пор горит. Кто помнит, я ее летом заказывала, и она перестала гореть, потому что мы ее брали под навес, она просто там не заряжалась. И мы подумали, что она сломалась, но я все равно здесь намотала, уж думала, если что, то придется просто снять и выкинуть. Но нет, она работает, так что вот такая вот красота. Афонечка, кто там и заходит? Я не пойду. Поняла, я не пойду. А куда-то заходишь, и мои дети сейчас... Здравствуйте. Еще раз. Тут норка крота. Да пошли же поздравим, Николай Степанович. Это норка крота же с бананами. Утка. Цветы тут у родни. Роза. У тебя есть выжигатель, да, Сережа? Нет, это мы в школе по тендам проходим сейчас. А, и выжигатели вам дают, да? Гриш, не кричи, пожалуйста. А это что? Это тоже выжжено? Ты сам это? А потом чем-то карандашами? Ну, просто карандашами. У меня два урока это делали. Здорово, слушай, ну молодец, красиво очень получилось. В рамочку надо, да? На стенку. Надо вот гвоздиком прибить. Красота. Да, красивая картина будет. Это еще я здесь не помочу. Афоня спрятался от тебя, Зоечка? Покажись, ты платье одела? Да. Молодец, какая красивая. Плёс. Побежали. Кто будет теперь считать? Аго. А где Марго уже спряталась? Ты будешь искать, Зоя? Кто спрятался за елкой? Кто спрятался за елкой? А кто там Ви, Ви? Это кто? Только никому не говори, да? Они же попрятались. А кто будет искать? Кто спрятался за елкой? Ты? Поедем. Зоечка, ну-ка, покажись. Ну, торт мы уже поели, торт. А ты что, не ел еще? Так, пошли. А ты? И я поеду с вами? На карате. И с вами? Угу. Я думаю, я хотела в дедушке спаться. Ну, будем на каёте, потом мы даем. Покажись, Зоечка, какая ты красивая. Зоенька, надо бы тебе еще и туфельки, может, обуть. Как ты думаешь? А у меня еще и туфельки дома. Так, мы уже дома, отовсюду приехали, Гришу привезли, всех побыли, у Любы еще были в гостях. Да. Так что, сейчас уже дома буду... Одно видео выставилось, первый день нашего аквалоу. Так что, сейчас буду второй день монтировать и выставлять. Мама! А, снимать иди, папочка снимет.